Геннесс, а это еще что? Мастер, это люди, которые смотрят наши видео, но по какой-то причине не подписаны на наш канал. Думаю, если мы их попросим, если им напомним. Они обязательно подпишутся. Ладно, погнали. Понял. Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. Благодаря способностям нашего космического спутника, пусть тянесть уши, позволяющим улавливать термографические показатели монстров, мы смогли определить численность состава, находящегося во вражеском штаб-квартире. Даже если ограничиться лишь подтвержденными тепловыми сигналами, мы насчитали более 500 монстров. А это значит, что наша квота по уничтожению будет равна 60 монстрам с одного героя. Не то чтобы я думал, что эта цифра станет для вас проблемой. Но вот куда большую тревогу вызывает силы высших чинов этой организации. Учитывая вчерашнюю атаку многоножки старейшины. Один лишь факт того, что он стал подчиненным в Ассоциации Монстров, недвусмысленно подразумевает, что в ней должно состоять несколько существ, превосходящих демонический или драконий уровень. Я находился здесь на страже, так что даже не знал об этом. Мне удалось сразиться лишь с каким-то жуком. А что вы думаете, сразившись с ними на поле боя? Они действительно так сильны? Ну, если честно, в их группу кого только не намешало. Большинство было слабой мелкой ребёшкой. Но один из них оказался настолько силён, что даже у меня возникли с ним проблемы. Прошу заметить, что и настоящим испытанием битвы с ним не стало, ведь теперь я научился терпеть боль. Правда ли, что техноры царя убили? А? Этого мы не знаем. Хм... Пытая монстров, он смог обнаружить местоположение их убежища в городе Зет раньше всех, после чего он отправился туда на разведку. Но его сигнал пропал почти мгновенно. А? Технорыцарь? Я никогда не видел его лица. Но... Теперь ему конец. Да. Мужик, успокойся. Он ведь киборг. Так что есть вероятность того, что он всё ещё жив. Может, он потерял пару микросхем и теперь не может двигаться? Или посылать сигналы? Но он наверняка прячется где-нибудь, ожидая нас. Я действительно надеюсь, что всё так. Если они схватили технорыцаря, то могут схватить и нас. Такой исход вероятен. Не недооценивайте это сборище. Мы должны быть готовы выложиться на полную. Хотя, я не думаю, что в моём случае есть хоть какой-то риск такого исхода. Как бы то ни было, ответ прост. Как только ступите на их территорию, забудьте о жалости. Уничтожьте их всех. А затем можете разойтись по домам. Нет нужды говорить, что вам не стоит даже сомневаться. Если они попробуют начать умолять вас сохранить им жизнь. Угу. Мы должны принять, что сострадание может привести к нашей гибели. Могу я спросить кое-что? Среди всех этих существ находятся парнишки, которых соблазнили и превратили в монстров. Я бы хотел спасти этих бедных мальчишек. Если вы обнаружите монстров, одетых в тюремные робы, прошу, оставьте их мне. Я тоже стал свидетелем того, как мой дорогой товарищ стал монстром. И я должен покончить с ним. У тебя действительно есть способы исцелить тех, кто прошел монстрификацию? Я хочу попробовать кое-что. Думаю, комбинации моих ангельских объятий... ...сможет вправить им мозги. Понятно. Прошу прощения, что начал расспрашивать о твоих методах работы. Их лидером является Орочи, король монстров. Он точно драконьего уровня. А еще его старший советник Геру-Геру. Ну да, иначе бы они не смогли собрать вокруг себя столько монстров, рангом поменьше, радостно едящих с их рук. Лучше всего было бы выступить против этих двоих всей команды. Ах, но... Просто доверьте финального босса мне, хорошо? А вы, мальчики, можете просто разобраться с его подручными и расчистить мне путь. Заранее благодарю... Эй, не переходи черту. Ха? Неужели ты сам решил сразиться с боссом или что-то в этом духе? Я это ради вас делаю, раз уж вы такие слабо... Я больше этого не вынесу. Кто-нибудь, пожалуйста, заткните ее. Эх, да ладно, вы твое, успокойтесь. Как же я ненавижу руководить героями С-класса. Леди, мы вам не регулировщики, чтобы расчешать пути. Прежде всего, эта миссия является спасательной операцией. Избиение мосов — это всего лишь бонус. И лучше бы вам не забывать об этом. Не увлекайтесь и не сносите все здание под корень. Кацумаки. Даже после всех моих разведывательных операций, мы все еще не знаем, где именно скрывается их босс. Их подземная сеть туннелей глубока и обширна. В таком месте сбежать не удастся. И если что-нибудь найдет тебя, сражение не миновать. Будь это мелкая рыбешка, или же финальный босс собственной персоной, я избавлюсь от всего, что встанет у меня на пути. Знай мы заранее местоположение босса и заложника. Нам бы изначально не понадобилось столько людей. Почему, по-твоему, нам пришлось так долго ждать сбора отряда в полном составе? Тацумаки. Это же вполне очевидно. Если подумать над этим хотя бы минуту. Неужели твои чрезмерные использования эксессенсорных сил привело к задержке не только в физическом, но и в ментальном розете? Ни слова больше. Эй. Так износ, что найду вас всех в зале ожидания. Что это за тайная собранница вы тут устроили? В этой операции я являюсь частью команды. Так по какой же конкретной причине меня решили оставить в неведении? Милая маска? Не-не-не-не, что ты? Никто не хотел исключать тебя из команды или еще что. Просто сперва мы хотели подтвердить всю информацию с героями АС-класса, а затем уже... План заключается в том, что все герои А-класса и ниже останутся на поверхности в качестве отряда поддержки. Но если я открыто скажу ему об этом, он точно поднимет шуму. Я хотел рассказать об этой части плана уже и на сцене. Ну и как мне теперь объяснить это, не задев его эго? Разве не очевидно? Все потому, что все тебя ненавидят. Нет, все не так. Это неправда. Татсумаки, пожалуйста, не усложняй ситуацию. Останусь сторожить на поверхности? Я? Что все это значит? Да, видишь ли, дело в том, что в этой операции крайне важна атака на два фронта. Так что мы должны разделиться. Отряд проникновений и наземную команду поддержки. Милая маска, твои лидерские качества широко известны. И мы бы хотели воспользоваться ими. Мы были бы счастливы, возглавь ты отряд поддержки. А еще 20 пицц, пожалуйста. Братан, обжираться перед битвой не лучшая идея. Держи, давай разделим этот противеновый коктейль. Ни за что. Я не могу доверить вам такое дело. Я тоже пойду вниз. А, и началось. Мне все тебе надо разжобывать? Слушай, ты попросту слишком слаб для этой битвы. Никто не хочет видеть тебя в своей команде, юнец. Император. Ты думаешь в неверном ключе? Ты виновенешь меня? Раз уж ты так уверен в моих лидерских качествах, тогда ты должен позволить мне возглавить отряд героев С-класса. Решил притвориться глухим, да? Мы? Подчиняться тебе? Если хочешь рассмешить меня, то тебе стоит поработать над своими шутками, сопляк. Ты жаждешь славы или еще чего-то в этом духе? Я поделюсь с тобой своей добычей. Так что послушай императора и сделай так, как он верит. Это война. Нам предстоит сразиться с целой армией. Сейчас не время для всех их между высотами. А теперь ты решил, что у тебя выйдет подсластить эту ситуацию? Слушай, зомби-мен, а как так вышло, что ты стал бессмертным? У меня аж мурашки от тебя. Может, ты на самом деле монстр? А? Что ты сказал, сопляк? Ты умудрился вступить в ассоциацию и даже занять место в С-классе благодаря одной лишь своей силе. Ну ладно уж вам, тело зомби — это слишком поверхностное объяснение всего. Как мы можем быть уверены, что ты действительно на нашей стороне? А? Воу, полегче. Давайте прекратим этот спор. Хорошо? Мы герои, не должны биться друг с другом. Разумеется, это жалкое поведение для так называемого профессионального героя. Повтори-ка. Знаешь, если тебе что-то не нравится, можешь присесть тут поудобнее. Устрой себе пикничок. Пока остальные будут заняты не делом. Вы все любите почивать на лаврах, занимаясь ничем, кроме злоупотреблений, своим элитным статусом. Мне действительно стыдно смотреть на С-класс. Да по всей ассоциации у вас ходит ужасная молва. Да никто не поверит, что вот эти вот лучшее из лучше. Ох, и раз уж вы здесь, принесите немного газировки. Пять литров сойдет. Вы вообще осознаете, какая ответственность приходит вместе с силой? Слишком громкие слова для парни, виляющего задницей в качестве подросткового идола. Стэна тут может быть только за тебя, зовущего себя Милой Маской. Ты осознаешь, что только неуверенные в себе люди люди похвалятся? Тацумаки, полегче. Если СМИ решат, что над Милой Маской издеваются, быть бедея. Вы герои лишь потому, что являетесь членами ассоциации. А в ранг из класса вас возвело начальство. Если бы не это, вы бы стали ходячими катастрофами, своими действиями, подвергающими риску всех и вся. Но на этот раз я найду вам правильное применение. Так что давайте хотя бы раз будем размышлять рационально. Вы будете следовать моим приказам. Подчиниться такому милому мальчику, если честно, это не так уж и плохо. Что же мне делать? Но только в том случае, если ты уверен, что тебе удастся меня одолеть. Если хочешь заставить меня подчиниться, тебе придется сделать это с помощью силы. Так ты думаешь, мне не удастся? Этот фарш зашел слишком далеко. Флэш, развей свою убийственную ауру. Все зависит от этого парня. Если он продолжит препятствовать исполнению плана... Внимание! Великий Кинг только что прибыл! Ах, Кинг, ты вовремя. Ты тоже станешь моим подчиненным и... Эй, слушай, а почему ты весь в грязи? И что это за запах? Ах, ну это... Не успел я зайти домой. Как они притащили меня сюда? У меня даже не было времени помыться и переодеться. Вот, черт, теперь пятна ни за что не вывести. Почему ты опоздал на собрание? Где ты пропадал? И чем занимался все это время? Меня сейчас допрашивают. С этим парнем всегда так тяжело иметь дело. Ну, это не шибко захватывающая история. Но я был в городе Зетт. И там было... Великий Кинг провел всю ночь, в одиночку сражаясь в окрестностях вражеской штаб-квартиры. Эм, что? Его одежда пропитана кровью монстров. Это легко понять, благодаря тому, что пятна на ней только спереди. Но после стольких убийств ему пришлось прерываться на отдых. И именно в этот момент мы нашли его и попросили пойти с нами. Вечно эти двое рассказывают всем свои небылицы. Так ты сражался всю ночь напролет? В полном одиночестве? Не отдыхая ни минуты? Ну, разве это не что-то с чем-то? Хм, должен признать, ты человек дел. Твоя боевая доблесть отлично показывает, что кишка у тебя точно не тонка. Похоже, в С-классе все же есть человек, заслуживающий уважения. Раз уж вы развели всю эту драму, у меня не остается выбора. По крайней мере, Кинг не заслуживает лицезреть весь этот сыр-борт. Так что на этот раз я отступлю. Но я все равно пойду вниз вместе с отрядом вторжения. Да он же ни капли не отступил. Честно говоря, это даже немного впечатляет. Мистер Кинг, даже вам не стоило выходить биться против них в одиночку. Это слишком опасно. Нет, все нет. Тихно-рыцарь поступил в точности, как и вы. Он в одиночку отправился на разведку в город-призрак. Но стоило ему войти на эту территорию, как мы тот час потеряли его сигнал. У нас нет никакого способа узнать, что за угроза скрывается в этом месте. Так что давайте теперь сражаться вместе, хорошо? Ага. Сказал Кинг энергичным голосом. Но глаза его были как у мертвеца. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!